В актовом зале 31-й школы «Аншлаг» в гостях у школьников представители одной из самых благородных профессий – сотрудники МЧС. С приветственным словом к аудитории обращается главный инспектор по пожарному надзору городского округа Владимир Ильющенко. Сегодня мы проведем так называемый урок по пожарной безопасности, и наши сотрудники расскажут вам вкратце правила пожарной безопасности, как себя нужно вести. Итак, противопожарный урок начинается. И сначала ребятам рассказывают о первом средстве ликвидации огня – порошковом огнетушителе. Рассказ сопровождается четкими инструкциями о правилах пользования спасительным порою предметом. Вот так вот, правильно. Что мы делаем, когда мы взяли огнетушитель, чтобы он привел нас здесь? Все правильно, молодец. Подобные увлекательные занятия сотрудники МЧС проводят в школах городского округа завидной регулярностью. И многие ребята знают, как именно можно подтушить небольшой пожар. Одеяло, чтобы он не распространялся, потому что он распространяется, когда много воздуха. Все правильно, да. Но одеяло можно потушить совсем незначительно, если он совсем маленький. По словам педагогов, сотрудничество со спасателями – это уже традиция. И добавляют, выбор именно младшей возрастной группы школьников для встречи не случайен. Это самый актуальный возраст, так как в этом возрасте родители доверяют детям самостоятельно оставаться дома. И наша задача – как можно чаще проводить мероприятия, связанные с пожарной безопасностью. Закрепляли знания не только с помощью противопожарной лекции. Сразу после демонстрации тематического мультфильма – гвоздь программы. Экскурсия во двор школы к многофункциональному автомобилю МЧС. Данная автоцистерна предназначена для перевозки экипажей из шести человек. Она вмещает в себя более трех тонн воды и имеет семь отсеков для специнструментов при пожарной опасности. Водитель, приезжая к месту тушения пожара, подходит к насосу, включает, подает воду, включает нужное давление. Ствольщики стоят на позиции и происходит тушение. Школьников познакомили со снаряжением спецавтомобиля и особенностями работы спасательной службы. В результате постоянного контроля за обеспечением пожарной безопасности все образовательные учреждения на территории городского округа Химки готовы к новому учебному году в части соответствия, как я уже сказал, требованиям пожарной безопасности. Всего в канун начала учебного года спасатели провели такие же уроки в 15 школах и 7 детских садах городского округа. А в течение сентября о том, как бороться с пожарными опасностями, расскажут ученикам всех образовательных учреждений Химок. Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.